Константин у нас в комнате. У нас в комнате Константин, и мы приветствуем куратора школы Константина. И я приветствую вас, учителя и ученики от имени школы. Пришло время дать больше информации и разъяснить некоторые детали. Ученики, все вы попали сюда для каких-то целей. Кому-то дали шанс, кто-то пришел учиться, кто-то готов получать эту информацию. Кто-то в начале пути. Вы пришли получать знания и учиться на ошибках друг друга, на ситуациях и поведении. Я бы хотел с этого момента перейти на более важный аспект обучения. Ваше обучение и в дальнейшем работа должна быть этично и экологически чисто. Доверие – это главное, что должно быть между парами. Начиная с обмана или недоговорок, вы рискуете попасть в дети другим цивилизациям. В дальнейшем это могут быть ваши клиенты. Первое правило этики. Намерение, выставленное в начале, должно быть между вами обоими. Не только у одного из вас. Второе. Вы не можете брать человека и чистить без его разрешения. Третье. Человек, которого вы чистите, должен знать об этом. Имеет разницу со вторым пунктом. Человек может знать, чем вы занимаетесь, но не дать разрешения на свою чистку. Продолжаем. Знание, которое дает школа, построено на энергии учителей и не может быть передано дальше по желанию учеников. Знания школы защищены. Хрустальная энергия архангелов и школы может быть как хрустально-белой, так и хрустально-черной. Защищая школу. Имейте это в виду. Знания вы можете передавать, набрав определенный опыт детям старше десяти лет. Постепенно, аккуратно рассказывая о тонких силах и тонких мирах. Таким образом, вы вырастите прекрасное поколение с определенными знаниями, из которых они не смогут принимать окружающий мир. У них будет правильное мировоззрение. Этого достаточно на сегодняшний день. Учтите все это при работе. Благодарю вас, уважаемый Константин. Этика у нас с Верой всегда стоит на первых местах. Лично у нас. Мы передавали нашим ученикам, что мы работаем этично. Чистить людей без их согласия – это запрещено. Это очень важное замечание. Я благодарю вас за то, что вы обратили наше внимание. Это не замечание, это правило, закон. Скажу больше, я не зря сегодня озвучил это. Я вижу намерение каждого. И знаю, кто, зачем и почему здесь. Тот, кто должен услышать, услышит мои слова. Продолжай. Продолжай. Благодарю вас. Дорогой Константин, у меня больше вопросов нет. Благодарю. Одну секундочку. Уважаемый Константин, вы знаете правила нашей комнаты диагностики. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И передай еще, пожалуйста, баночку самого вкусного меда, который есть на земле для нашего дорогого куратора Константина. И передай ему, пожалуйста, с нашей просьбой принять это в знак благодарности за эту мудрость. Это уйдет на уровень Архангела. Мы очень благодарны вам. Хорошо, мы тогда начинаем работать. Вы все сказали, что вы хотели нам передать? Я лишь хочу добавить, что не ошибся в вас. Продолжайте. Благодарю за это высокое доверие. И я оставляю вас. Продолжайте. Благодарю, дорогой Константин. Наилучшие пожелания. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Энергия вибрации, энергия у него такие трепетные, сильные. Готова?